Подписывайтесь на наши каналы в Дзен и Рутуб, так как дальнейшую работу мы все-таки связываем именно с этими платформами. Доброго всем! Сегодня у нас в ремонте блок цилиндров от Sonata 2.4. В блоке очень сильно ушатана постель коленвала, которую мы будем восстанавливать. Ну и очередная беда с резьбами. Только здесь с резьбами беда будет покруче, чем как-то мы показывали. Итак, в чем нынче катастрофа этих резьб? Начнем с того, что в этом блоке бугели крепятся к блоку посредством болтов. Вот так должен стоять заводской бугель. И вот так он крепится. Болт диаметром М10 1.25. Что мы видим по факту? Мы видим, что здесь стоят шпильки. Причем на этих шпильках есть три вида резьбы. Судя по всему, при предыдущем ремонте, то ли после удара, то ли просто перетянули резьбы, нам об этом клиент рассказать постеснялся, видимо. Некие ремонтники все-таки вышли из положения, накрутив в блоке первые попавшиеся под руки резьбы, подходящие, скажем так, резьбы. Впоследствии подобрав и наточив под них не болты, а шпильки. Умельцы ставили, как я уже сказал, все, что было под руку. Здесь вот резьба 11 со стандартным шагом. Короче говоря, даже комментировать не стану. Вот посмотрите сами на эти шпильки. А вот и постель. Ее будем восстанавливать. Она вся красивая, в кавычках, конечно же. Видим набитые места от бугелей. Такие вот квадратики. Вот здесь это очень отчетливо видно. Клиент приобрел болты 10 шаг. Правда не 1,25, а 1,5. Но будем восстанавливать резьбы под те болты, которые купил клиент. Что он привез, то и привез. Итак, расточник координатно-расточного станка. Виталий поставил, закрепил на станине станка блок. Выставил его по уровню. И теперь снимает координаты восстанавливаемых отверстий. Это вот так выглядят те самые пружинки под резьбу М10 на 1,5. Которые мы будем ставить в эти отверстия. То есть при помощи них мы восстановим эти отверстия. Очень многие часто спрашивают у нас по поводу этих пружинок. Насколько они эффективны и как хорошо они держат. Я вам скажу, они держат не хуже, чем родная стандартная резьба. У них есть специальные хвостики, за которые эти пружины и ввинчиваются в предварительно нарезанную в отверстии резьбу. Патрон станка Виталий ставит сверху из набора по восстановлению резьбы. Измеряет глубину резьбы. Она составляет 40 мм. Также предварительно нужно закрыть масляные отверстия в постели коленвала, чтобы туда не набилась стружка. Вновь обратите внимание на состояние постели. Размеры обязательно зафиксирует на бумаге, выставит и обнулит линду. Перед началом сверления измеряет занижение, которое есть перед началом резьбы. Оно выполнено большим диаметром, потом померяем, посмотрим, каков он есть. Выставляет сверло на ноль, смазывает его и приступает к сверлению. Виталий проходит сверху все отверстия в блоке, однако в одном отверстии нарезанная резьба М12. Поэтому в этом месте Виталий будет ставить бонку. Рассверливает существующую резьбу под М14 диаметром 12,5. Затем нарезает резьбу сперва первым, а затем и вторым номером. Далее он берет вот этот метчик, это метчик из набора, и проходит все остальные отверстия, где будут стоять пружины. Обязательно проверить длину резьбы, она у нас ориентировочно составляет 30 мм. Продует отверстие от стружки и дорежет резьбу до конца. Еще 1,5 мм токарь смог ее дорезать. По итогу она вышла 32 мм. Далее берет пружинки. Нам нужно будет закрутить пружинку на высоту 30 мм. Плюс 6 мм с занижением перед резьбой. То есть нужно будет закрутить 36 мм. Закручивает пружинку ниже поверхности на те самые 6 мм. Ну и конечно контролирует этот размер. По окончанию монтажа нужно обязательно обломать хвостики у пружины, за которые он их закручивал. И магнитом или воздухом удалить эти хвостики из отверстия. По результатам работы Виталий проверяет резьбу оригинальным болтом. Далее нам нужно сделать постель коленвала. Как вы понимаете, постель восстанавливается путем занижения посадочных мест бугелей на десятку-две. Значит и при проточке постели уйдут все огрехи с поверхности диаметра. Так как резец пойдет ниже. А вот чтобы восстановить постель на убитой первой шейке, которая разбита через чуров, никакое занижение здесь не поможет. На ней, к слову говоря, именно в этом месте и была нарезана та самая большая резьба М12 под болт бугеля. Вот ее, то есть шейк, не спасет тот самый опус подрезка посадочного места бугеля. Нужно наплавлять на этот диаметр сварку. А для этого ее нужно предварительно проточить, увеличив диаметр на 1 мм. То есть занизим диаметр постели на полмиллиметра на сторону. Восстановление постели делает наш росточник Тимофей. Он у нас и специализируется на теме постели, коленвалов блока цилиндров и распредвалов головок блока цилиндров. Проточив шейку, блок цилиндров отправляется в сварочный пост, где сварной наплавляет на шейку пару миллиметров металла по всей поверхности. Естественно оставив проточку под маслом. Вновь блок возвращается к расточнику Виталию на координатку. Виталий традиционно крепит, выставляет по уровню и по соосности блок на станке. Теперь в его задачу входит восстановление поверхности под посадку бугеля. Он снимает лишнюю сфарку фрезой. Далее ставит резец и доводит посадочные поверхности до требуемой геометрии. Одним размером он проходит сразу же все поверхности. Видим, что кое-где резец коснулся и снял металл по всей поверхности. А где-то, вот как здесь, к примеру, едва что-то там задел. Проходил Виталий десяткой, но она нас не спасла. Добавляет еще пять суток и вновь проходит. Мало. Добавляет вновь еще пять суток. А вот теперь все поверхности выходят в чистовую, как того нам и требуется. Проверим, что выходит. Индикатор показывает отклонение на сотку, максимум две. Пока все мы это делали, станочник и также по имени Виталий выточил нам нашу бонку. Теперь нам требуется поставить ее на место. Садить бонку будем на фиксатор резьбы. Для этого очистим растворителем резьбу и продуем воздухом. Расточник наносит на резьбу фиксатор. Наносит фиксатор и в само резьбовое отверстие блока, и на резьбу бонки. Закручивает бонку до упора. Затем традиционно требуется проверить выполненную работу родным болтом. Все отлично. Пока расточник делал свою работу, сварщик Андрей наплавил бугели по бокам, увеличив тем самым размер. Как вы понимаете, расточник, поправляя посадочные места, расточил их, увеличивая размер между опорами. А поэтому в этих расточных местах бугели будут болтаться. Вот чтобы они и не болтались, Андрей и наплавил бугели. Теперь Тимофей приступает к шлифовке и выводу наплавленных поверхностей в расточенный размер набор пацилинга. Делает он это вот на таком шлифовальном станке. Делает сперва естественно подводительную шлифовку, контролирует размер, промеряет, смотрит и выводит каждый бугель до требуемого размера. То есть как обычно, подшлифовал, промерил, подшлифовал, промерил. Теперь блок отправился на восстановление постели к коленвалу. Небольшие блоки Тимофей растачивает на станке Берка БТ-6, а большие грузовые на Берка БВЭ. Операция по расточке постели под коленвал в принципе аналогична восстановлению постели распредвала. В опорах крепится и обтягивается с мануальным усилием бугели. Блок крепится и выставляется на станке. Масляные каналы обязательно закрываются, чтобы в них не попадала стружка. Посадочное место коленвала заводится с штанга с резцом. И далее выдвигая резец за несколько проходов, Тимофей выводит диаметр шеек в нужный размер. Отталкиваясь при этом от диаметров шеек коленвала. Также за несколько проходов он восстанавливает полностью постель. Ну, собственно говоря, на этом у меня на сегодня все. Оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопросы, обязательно отвечу. И без аварийных вам поездок. Субтитры сделал DimaTorzok